Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Голос Юрия Борисовича Левитана – это голос победы. После этого выступления Гитлер объявил диктора врагом номер один и назначил за его уничтожение награду в 250 тысяч марок. Но это уже не спасло рейх от поражения. Блицкрик провалился. Советские войска начали активное наступление на Запад. Однако цена обороны Сталинграда оказалась неизмеримо высока. Битва продолжалась 200 дней и ночей. Наши потери составили порядка двух миллионов человек. Но приказ Сталина – ни шагу назад. Советские воины выполнили. В верхней присяге русский солдат, он защищал Сталинград. Ученики старших классов школы номер один собрались сегодня за круглым столом. Сталинградское сражение можно разделить на две фазы. Оборонительную и наступательную. Об этом ребята рассказали в своих докладах. Слушатели узнали о малоизвестных фактах сражения, уличных боях и тех героях, которые навсегда вошли в историю войны. Больше ужасаюсь тем, что происходило в те времена. И, скажем, с некоторой дрожью думаю, что было бы, если бы такое повторилось. Собственно, именно поэтому меня эта тема цепляет, поэтому я ее иногда изучаю. Елизавета Златолинская решила выступить на этом мероприятии не случайно. Ее прадед принимал участие в освобождении Сталинграда. Он был танкистом. Поэтому школьница тщательно изучила все факты и цифры, которые касались того сражения. Я чувствовала переживание и гордость. Переживание за то, чтобы нанести информацию правильно до школьников, не испутать никакие факты, потому что это важно в истории государства. И также гордость за свою страну, за людей, которые жили в моей стране, которые боролись за мирное небо над нашей головой. И с благодарностью вспоминаю их имена и горжусь. В завершении работы круглого стола участники встречи исполнили солдатскую песню и почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Руслан Душевский. Анапа. Регион.